просто добрый вечер добрый как вас дела нормально ну что чем общаетесь чат рулетки политика история и война что здорово у вас может быть какие то вопросы есть могу ответить причина вторжения россии в украину отказ от выполнения минских соглашений украины и риск вступления в нато шум давайте по порядку аж дел украины украина в минске что где украина в минске наш там гарант что мы должны там выполнить были ну например убрать системы за полу огня град смерч урагана должна сделать это должна выполнить украины я вместе указано что украина должна сделать можете прочитать если вы только подождете жду могу пока что сказать что именно как украина не сделал зачитайте рассказывать это очень хорошо вы зачитайте где там украина написано в откройте протокол меморандум или комплекс мир вот еще раз я жду вас вы открываете протокол меморандума и копы смерти википеде мне интересный документ стройте и сразу сказать это протокол меморандум или комплекс мир в документе я устану и вы тоже устанете называется документ пока минские соглашения нет документа минске со есть документы протокол меморандум и комплекс мир откройте мне один из этих документов где там украины были обязательства украины и донецк и луганщина вы меня слышите веру откройте мне документ и прочитайте только для начала сказать какой именно документ открываете протокол на рандом и и установить я жду я никуда не спешу все нормально я спешу мне еще много людей там очень надо готовиться если вы говорите про какой-то документ что кто-то не упомянули вы должны взять его под рукой на стрим алайся дякую 1000 гривен посылочка ну потому что если вы говорите какой-то документе вы должны как минимум видеть его в глаза хотя бы раз я задаю вам простой вопрос в открывайте протокол меморандум или комплекс мир минские договоренность состоят остановость из трех документов каком из них вы говорите для начала я не помню если честно но я помню пункт хорошо могу не там написано украина давайте так попробуем окей не вопрос там примерно написано дословно не дословное я не вам не по чтобы запоминать все тогда прочитайте ваш перед компьютером собирается открывать если вы будете ждать я жду я ж никогда не спешу я ж никогда не спешу я ж никогда не спешу я реально дякую я я я Продолжение следует... Вот, зачитываю содержание. Это какой документ вы читаете? Это второе Минское соглашение. Как называется? Что такое второе Минское соглашение? Второе Минское соглашение. Меморандум? Я же говорю, там три документа. Это протокол. Это протокол? Это протокол. Протокол это первый документ. Ну, я могу из протокола вам сейчас засчитать. Еще раз. В шапке написано, должно быть протокол, меморандум или комплекс мер. Вы что-то написали наверху? Протокол. Я вам сейчас протоколы зачитаю. Сейчас протокол читайте. Незамедлительное всеобъемлющее прекращение огня с 15 февраля 2015 года. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния. Второй. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами. Второй пункт протокола обеспечить... Можете не перебивать меня. Еще раз. Второй пункт протокола это обеспечить мониторинг и верификацию страны АБСЕ режима неприменения оружия. Это протокол. Вы это откуда зачитываете? Протокол по итогам консультации трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко, инициатива президента России Владимира Путина. Это протокол. Хорошо. Хорошо. В протоколе поищите. Там есть такой пункт, как отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния. Сейчас. Обеспечить незамедлительно двухстороннее прекращение применения оружия, обеспечить мониторинг и верификацию со стороны АБСЕ режима неприменения оружия, провести децентрализацию власти, в том числе путями принятия закона Украины во временном порядке места соуправления, обеспечить постоянство действующих мониторинг украинской, российской, государственной границы со стороны АБСЕ, бездохвативно освободить всех заложников, принять закон о недопущении преследования и наказания лиц, продолжить инклюзивные общенационные действия. Основный диалог, принять меры по улучшению и так далее. Тут нету нигде не указано, что Украина должна отвести что-то. Это протокол. Ну? Привет. Добрый вечер. О чем поговорим? Да я не знаю, в вечерний час о чем можно поговорить. О чем говорят. Ну давайте о войне поговорим, если хотите. Давайте. Иди на вторжение России в Украину. Ну, война сколько уже идет на Украине лет? Почти 10 лет. Полномасштабная, более 600 дней. Скоро будет 2 года. Ну, это когда Россия официально вошла на территорию Украины. А до этого Украина воевалась со своим народом? С Россией тоже. Нет. Да. А где было зафиксировано? Давайте сейчас открою у меня. Откройте, пожалуйста. Пожалуйста, откройте. Так. Смотрим. Так. 2 июня 2014 года, 4 утра. Автоматная взрыв очереди в Артемовской районе обстреляют в луганских пограничников. Ну, это ни о чем не говорит, кто это стрелял. 2 июня 2014 года обстрел пограничников в Артемовском районе. Если это пограничники, где они находятся? А кто стрелял-то? Вы? Ну, не лично вы. Ну, а кто сказал, что это российские... Кто может стрелять по пограничнику, которые находятся на границе? Еще раз говорю. И это ни о чем не говорит, что там... Это ни о чем не говорит. Значит, Европейский Совет, который ссылается на соглашение с Россией о том, что они не вводят свои войска с территории Луганской и Донецких областей и накладывают и продлевают санкции полным списком на сайте Европейского Совета всех причин накладывания санкций. Это тоже ни о чем не говорит. Я понял. Парламентская ассамблея Минска и Люксембургской резолюции, которые говорят о том, что Россия не выводит свои войска с территории Украины, это тоже ни о чем не говорит. Я понял. И о чем-то. Нет такой резолюции о том, что там есть российские войска. Открывайте парламентскую ассамблею ОБСЕ. Да, открываем. Открывайте. У меня нет второго гаджета. Открывайте, я вам поверю. Что там есть российские войска? Да. Нет там такого. Сейчас. Давайте. Что там находятся российские войска? Российская техника? Да. А российских войск там нет. То есть, сейчас пока я ищу. Ответьте. А там, где присутствует техника, это не присутствует войско? А такая техника была на территории Украины. Советская техника. Сейчас, еще раз, мужчина. То есть, Торнадо-С это советская техника? Конечно, советская техника. А на какого года изготовления? Посчитай, посмотрите. Торнадо-С. Торнадо-С. Открываем. На вооружении. С 2012 года. Россия. Ну, значит, она как-то оказалась там. Как-то оказалась нам. Понял. Да. Как-то оказалась там. Огонь. Понял. Так, заседание. А что? Преподавшие сессии. Минская. 26-я. Декларация. Российские войска. Да. Прямо Российские войска. А сейчас. Вот, пожалуйста. Резолюция восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. 2017 год. Минская резолюция. Призывает Россию вывести незаконные вооруженные феррования и российские войска с территории. Украины. Что-то какой-то бред. Вы откуда это взяли? Минская резолюция. Косце. По точку. Урк. Сайт парламентской ассамблеи ОБСХ. Российские формирования? Да. Российские наемники и российские войска. Российские вооруженные формирования. Ну, нет меня второго гаджета проверить, конечно. Я что-то сомневаюсь. Что русских войск, российских войск там не было. На территории ни Донецкой, ни Луганской областей. Техника была, да. Я вот читаю только что. Парламентская ассамблея ОБСХ. Минская резолюция 2017 года. Парламентская ассамблея – это ни о чем. Это ОБСЕ. Это ОБСЕ, которая там присутствует и делает свои выводы. Призывает вывести войска. Напоминаю, парламентская ассамблея ОБСЕ, Россия также присутствует. Ну, сейчас она уже не присутствует там. На 2017 год присутствует. Вот я читаю. Я не могу сказать, посмотреть точно сейчас, почитать. Открывайте. Парламентская ассамблея ОБСЕ, Минская резолюция, 2017 год. Читайте. Сейчас со мной только один гаджет. Я, конечно, потом приеду домой, посмотрю. Но российских войск там не должно быть. Я только что прочитал, что есть. Это кто? Призывает. 26-8 пункт призывает Российской Федерации обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецких и Луганских областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружения всех незаконных вооруженных формирований. То есть, призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований. Своих. И военной техники, и наемников. То есть, наемники идут отдельным пунктом. То есть, Российскую Федерацию, свои вооруженные формирования. Наемники там не было, а то, что там были сами жители. Наёмников там не было. Наемников там не было. Не вопрос. Желающие. Сейчас найдём. Желающие, конечно. Сейчас найдём наёмников. Желающие. Сейчас найдём наёмников, мужчина, не спешите. На всё есть ответы. Я просто вам говорю. Вы не ищите, пожалуйста. Желающие, конечно, помочь Луганской и Донецкой области. Открываем. Смотрим, к примеру, раз. Вариант следующий. Есть такой персонаж. Он у нас присутствует на сайте. Миротворец. К примеру, то же самое. Сейчас его открываем. Гузенко Егор Викторович, боец ЧВК Вагнер. Вот. Для тех, кто думает, что война началась 24 февраля прошлого года, я сейчас открою Америку. Война началась давно. На Донбассе конкретно она началась в 2014 году. И там воевали не только ополченцы, так называемые, и русские добровольцы, соответственно, один из которых был я, но и Министерство обороны Российской Федерации. Мы хоть и говорили, что наших войск там нет, но все эти... Могу вам то же самое, по примеру, открыть Пригожина, который то же самое говорит? Это не доказательство. Это можно что говорить. Он сказал, что добровольцы. А то, что он там может сказать, это ни о чем не говорит. Вам Пригожина включить? То же самое. Пригожина не надо. Тоже мне это не факт. И мне он никто не пригожит. Понял. А вот то, что зафиксировали. А парламентская АУБСЕ, то, что говорит, что войска должны вывести, это факт? Нет, тоже не доказательство. Не зафиксировали. Евросоюз, который согласно тому, что Россия не выводит войска, и черным по белому пишет, что из-за того, что Россия не выводит войска, накладывает санкции, тоже не факт. Евросоюз тоже ничего не зафиксировано. Ни одного этого военного там не захвачено не было. Ни одного военного документального не захвачено. Ни одного военного видео или фото доказательств нет. Это все голословно. Голословно. То есть давайте с вами подрезюмируем. Давайте с вами подрезюмируем. Давай, давайте. Вы мне говорите, где это, почитать, что-то присутствовали российские войска. Я вам называю парламентскую ассамблею ОБСЕ, раз. Я вам называю, что Европейский союз ссылается на парламентскую ассамблею, продлевает санкции. Я говорю три. Показания ЧВК, Вагнер и уже множество людей, которые подтверждают, что там были российские войска, четыре. Я вам называю все, по сути, международной организацией. Я называю вам россиян, которые там были, авторитетных россиян, которые там были. Ну, считайте авторитетными вы или нет, это ваше уже сугубое дело. И в этом всем ключе вы мне заявляете, продолжаете. Причем вы до этого сказали, что я почитаю, но в контексте нашего диалога, хотя вы заставили с вами на то, что вы не готовы ответить мой аргумент, потому что вы должны почитать, вместо того, чтобы сказать, я потом почитаю и скажу, были или нет, вы продолжаете гнуть свою линию на том, что их там не было просто, чтобы стоять на своем в этом диалоге. Я правильно понял вас? Конечно. Я понял. Последний вопрос. Земля какая по счету от Солнца? А при чем здесь это? Простой вопрос. Тест на адекватность. Да зачем? А зачем мне адекватность вашу проверять? Я же вашу адекватность не проверяю. Какая по счету от Солнца? Ты пятый класс, мужчина. Еще раз говорю. Я же вашу адекватность не проверяю. Я понял. Классно. Спасибо за твое мнение. Спасибо, что ты в очередной раз показал, какие вы, россияне, дыблы, землястей, латый. Причина втражения России в Украину? Самая банальная? Самая нормальная. Не выполнение, а не в Минске. Что мы должны были что в Минске сделать? Ну, как минимум, хотя бы не отрицать их как факт того, что... Заявление Германии, Франции, также вашего бывшего президента, то, что это Минске соглашение нужно было для того, что... Так, в Украине нету Минских, мы же гаранты. Просто оттянуть. Мы же гарант там. Гаранты чего? Выполнение. Открывайте Минский протокол. Украина, Россия, гаранты. Что мы там же должны выполнить были? Разве представители, еще раз говорю, Германии, Франции, также Украины, не заявлены... Вы мне сами Минские, вы мне самих Минских, покажите, где указано, что Украина должна что-то сделать. Вы их открывали вообще? Да, читал. Ну и где там написано, что Украина должна что-то сделать? Вопрос о Минских стоит между кем? Между Луганском и Донецком. Луганском и Донецком? То есть Луганск и Донецком между тобой воевали? Ну, наверное. Это что-то новенькое. Ну, у нас там прописано, что мы должны признать их особый статус. Мы признали особый статус. Дальше. Мы признали их особый статус? Да, еще в сентябре месяце 2014 года. А где написано, что мы еще должны что-то сделать? А как минимум прекращение боевых действий и отведение... Так мы же не виноваты, что они не прекратили. Смотрите, как по-вашему прекращаются боевые действия? Ну, они прекращают стрелять друг в друга. Ну, а если одна страна прекратила... Еще раз, мужчина, где в Минских указано, что Украина должна что-то сделать? А где в Минск указано то, что должны сделать другие страны? Ну, там же написано... Там прописан список страны, организации... Покажите, покажите мне Минские соглашения, где указано, что Украина должна что-то сделать. Я вот не нашел. Ну, не нашли, не нашли. Ну, так вот я знаю, что мы гарант по Минским выполнению. Там ни слова обо том, что мы должны там какие-то обстрелы прекратить или что-то. Вообще, найдите мне там в тех же самых отчетах хотя бы один отчет, где указано, что украинские войска что-то стреляют. Там не найдете ни одного слова про Украину. Ну. А то, кто объявил? Что, а то? Антитеррористическую операцию? Ну, кто ее объявил? Турчинов. Турчинов. Да. Проводился она кем? Что кем? Ну, кем она проводилась? Ну, военными. Военными. Страны какой? Украины. Украина? Украина. Так Минские, а после АТО были? Понятно, понятно. Против кого он проводил СТО? Ну, Геркин зашел с ним, воевали. Ага. Да. То есть, Украина проводила спецоперацию на территории Донбасса, который находился под захватом Геркина, Стрелкова. Да, с ними воевали. Все отчеты на это указывали. Вот, с ними воевали. Да. Вот. И при этом же Украина, то есть, получается, у нас Минский это результат проведения АТО? Нет, Минский результат того, что там Луганский и Донецкий начали с друг друга стрелять. Друг друга. Ну да. Ну вот, смотрите, к примеру, то же самое, если прочитать новостные сводки, это 2 июня 2014 года. Изначально начинаются обстрелы в Артемовском районе, возле Луганских пограничников. Сейчас, секундочку, можно? Ну, банально, то же самое. Кто в них стрелял, непонятно. То есть, получается, Артемовский район, ну, кто в них стрелял? Вы можете найти, кто в них стрелял? Сломался. ВОКОЕ 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 В